Слава нашему Господу Иисусу Христу, что сегодня народ Божий собрался на этом месте. И я сегодня тоже хотел бы говорить о благодарности. Сегодня много пелось об этом, сегодня много уже говорилось о благодарности. Я думаю, что и мне хотелось бы молиться, молитвой благодарственной. Господу, я думаю, особенно угодны молитвы, это молитва покаяния и молитва благодарности. Когда народ Божий благодарен Господу, потому что нам с вами действительно есть за что быть благодарными Господу. У нас вот Жатвенная неделя, в то воскресенье мы с вами на этом месте собирались на праздник Жатвы, его еще называют День Благодарения, День Благодарности, а мы с вами, люди верующие, мы знаем, что в нашей жизни все, что происходит, все, что мы с вами имеем, это все милость Божия, это не нашими заслугами, как мы думали, будучи неверующими, это не нашим умом мы достигли всего, это не нашими какими-то, может быть, усилиями или усердием каким-то, но это все нам дал Господь. Все, что сегодня мы имеем с вами, это нам дал Господь, Господь дал нам с вами здоровье, что мы можем сегодня многие прийти, пришли на это место, Господь дал нам с вами работы, за это все слава нашему Господу, это милость Божия. Сегодня мы можем так посмотреть на братьев, на сестер наших и подумать так, какие-то они все-таки необычные такие, они не любят меня где-то там, но есть те, у кого вообще нет вокруг братьев и сестер, они одни где-то там в деревнях. Мы можем посмотреть, служители, может быть, какие-то они такие или проповедники какие-то они такие, есть места, где нету проповедников, где нету служителей, и сестры, они там мечтают, ну хоть какой-нибудь брат бы появился. И мы с вами, может быть, просто порой неблагодарными, а Слово Божье, оно говорит, что за все благодарите, Господа, за все благодарите, ибо такова вас воля Божия во Христе Иисусе, за все благодарите. Что это значит? За все благодарите. Это значит, за все благодарите. Что мы сегодня с вами имеем? Все, что хорошее в нашей жизни, за все это значит, может быть, и не совсем хорошее в нашей жизни что-то есть, и за это надо за все благодарить, потому что Слово Божье говорит, такова вас воля Божия. То, что сегодня мы с вами имеем, то, что сегодня нас окружает, если мы сегодня храним себя по Слову Божьему, вот такова сегодня воля Божия о нас, потому что Божья цель – довести нас до Царствия Божьего, и какие Он использует при этом методы, какие инструменты, вот самые лучшие, и мы с вами доверяем во всем этом Господу, слава Иисусу Христу, и есть благодарность. Вот вообще, чем отличаются люди верующие и неверующие? Много очень различий. Одно из них – это люди верующие, они благодарны Господу, а люди неверующие, вот мы с вами были, мы были неблагодарны. Но, к сожалению, и сегодня порой бывает, в сердце закрадывается такая вот неблагодарность, неблагодарность. Я бы хотел зачитать это в послании к римлянам, вот, опасность неблагодарности. Это говорится о людях, которые подавляют истину неправду. Это 1 глава, 21 стих. «Но как они, познав Бога, не прославили Его как Бога, и не возблагодарили?» И не возблагодарили. И кому интересно, он может дальше прочитать, о чем здесь говорится. «Не возблагодарили», то есть не прославили Бога. И очень опасно, когда в нашем сердце есть неблагодарность, когда мы просто не можем выразить свою благодарность Господу. Ведь бывает такое, вот Бог что-то сделает в нашей жизни, а нам даже, слава Богу, сказать, это трудно как-то или тяжело, или в сердце нету этой благодарности. Я бы хотел вспомнить вот эту историю о десяти прокаженных. Мы все прекрасно помним, я маленько напомню, что однажды Иисус Христос, когда шел по дороге, вот эти десять человек, они были прокаженные. Они остановились вдали, потому что они не могли к нему даже подойти. За это могли побить камнями. Потому что люди прокаженные, они были на особенном положении в израильском обществе. Они не могли как-то находиться там, где народ Божий находился. Они не могли находиться даже в семьях своих. Мы это представляем. Они были отделены от своих семей. Они были, знаете, очень сильно болели. И на сегодняшнее время эта болезнь, она тоже очень серьезная. И насколько вот я так знаю, что и сегодня еще не могут так полностью найти методы излечения от этой болезни. И вот мы с вами представляем, эти люди, у которых не было никакой надежды, которые были отделены от своих семей, может быть, от родителей, от жен, от мужей, они находились вдали и просили Иисуса Христа. У них не было никакой ни единой надежды. Они просили, Иисус, Сын Давидов, помилуй нас, помилуй нас. И мы знаем, что Иисус Христос, Он их помиловал, Он дал им исцеление. Он сказал, пойдите в храм, то, что по слову, по закону, совершите это все. И мы знаем, что 10 человек этих, они пошли, и они все получили это исцеление. Все получили. Один вернулся, мы знаем, Он поблагодарил, Он выразил свою благодарность. А как думаете, вот эти 9, они были благодарны? А? Как думаете? Я думаю, что они тоже были благодарны. Ну, как вы думаете, когда Бог что-то даже в нашей жизни раньше делал, да, но мы все равно могли быть Ему благодарны. Но в чем вот весь вопрос, что они не вернулись, чтобы выразить свою благодарность Иисусу Христу. Они, конечно же, знаете, это чудо было для них, в их жизни это было чудо. Тот, кто переживал, может, в своей жизни это, он понимает, о чем идет речь. Когда никакой не было надежды, когда ты, может быть, болел чем-то. И вот у меня мама болела сильно очень, я знаю, что, знаете, никакой надежды не было, все, инвалид, умирала. Но Бог явил милость, понимаете? И многие-многие из нас, они сегодня такие. Мы сегодня можем так подумать о тех, кто, может быть, не имел этой надежды, был как прокаженный в этих грехах. Может быть, он был в рабской зависимости, алкогольный, наркотический, еще в какой-то. Иисус Христос, Он снял эту проказу с нас сегодня. Это сделал Он. Он вернул нам семьи, Он вернул нас в наши семьи. Он многое дал нам сегодня. И за это, за все, слава Господу. Мы сегодня должны с вами уметь выразить свою благодарность. Не только здесь, что мы с вами вместе. Я вот так смотрю, нам порой просто даже тяжело вот на этом месте сказать слава Богу. От сердца, так знаете, чтобы Господь действительно, ну, как-то Он возрадовался от нашей благодарности. Громко, стройно. Мы узнаем, что в храме там, когда возносилось это служение Господу, они там написаны стройно прославляли Бога. Громко, стройно. Они восклицали. И сегодня мы с вами народ Божий. И нам порой даже тяжело сказать слава Богу, слава Богу. Но Господь так хочет, чтобы эта благодарность, она сегодня возносилась к Нему, к Его престолу. Потому что если мы с вами так подумаем, вот кому хочется делать добро, добро, ну, людям благодарным, неблагодарным не хочется делать, да? Ну, как-то не сильно хочется так, если, допустим, какой-то друг, товарищ, ты ему как-то помог, а он так как-то взял и отреагировал так интересно, даже спасибо не сказал. Может быть, деньги занял или еще что-то, а он спасибо даже не сказал, и потому что вообще не отдает. Вот как бы, я думаю, что Господу тоже очень нравится. Его, конечно, мысли, это не наши мысли, но, я думаю, очень ему нравится делать добро и делать приятное тем, кто благодарны сегодня Господу. И в Евангелии от Матфея тоже такие слова написаны. Пятая глава, 45 стих. «Да будете сынами Отца вашего Небесного, ибо Он повелевает Солнцу Своему восходить над злыми и добрыми, и посылает дождь на праведных и неправедных. И милость Божия, она сегодня является, написано, и злым, и добрым, и дождь, он изливается на праведных и неправедных. И мы знаем, что дождь и солнце – это прообраз благословения Божьего. Если бы на наших огородах не было дождя, или все время было солнце, солнце только, да, одно солнце, но это было бы как-то не очень хорошо, все бы сгорело. Или наоборот, только дождь, дождь, все бы залило. Но Бог дает им свое время и дождь, и солнце. И знаете, это милость Божия. Вот мы вчера ехали с братьями в Новосибирск на братское общение и слушали проповедь. Один из братьев-епископов наших, он там проповедовал, и мы на приемнике слушали. И вот он говорит, такая статистика, что каждые пять минут в мире погибает один христианин за Иисуса Христа. Мы с вами представляем, да, один христианин каждые пять минут. Сегодня милость Божия, что мы с вами на этом месте можем слушать Слово Божие. Никто нас не гонит, никто нас не убивает. Потому что, вот он еще дальше говорил, представьте, вот за это время, пока идет наше служение, сколько людей отдают свою жизнь за Иисуса Христа. Да, у нас оно там два часа, три часа, да, служение проходит. Вот, сколько за это время жизнь свою дают за Иисуса Христа. Нам сегодня Господь дает милость Божию. Мы сегодня можем с вами общаться друг с другом, с Господом. Нас никто не гонит. Слава Иисусу Христу! Эта благодарность, она в наших сердцах. Я бы хотел зачитать еще об одном человеке, который был не очень благодарен. Это Евангелие от Луки, 12 глава. Я зачитаю, 16 стиха. Это история о богаче. Все ее знают, я зачитаю, 16 стиха. «И сказал им притчу Иисус Христос. У одного богатого человека был хороший урожай в поле, и он рассуждал сам собою, что мне делать. Некуда мне собрать плодов моих. И сказал, вот что сделаю. Сломаю житницы мои, и построю большие, и соберу туда весь хлеб мой, и все добро мое, и скажу душе моей, душа, много добра лежит у тебя на многие годы. Покойся, ешь, пей, веселись. Но Бог сказал ему, безумный, всю ночь душу твою возьмут у тебя. Кому же достанется то, что ты заготовил? На этом месте я остановлюсь». Вот интересно, богатый человек, мы видим, что он же ведь хорошо потрудился, да? Он хотел этот урожай, он же приложил какие-то старания и какие-то усилия. Я думаю, может быть, он сам, Слово Божие не говорит об этом, может быть, он сам тоже возделал это поле вместе со своими слугами, но мы видим, что он старания прилагал какое-то, и он получил хороший урожай. Кто из нас, когда вот он садил, засаживал свое поле, там удобрял, кто не хотел хорошего урожая? Кто-нибудь поднимет руку? Никто, я думаю, не поднимет руку. Все хотели хорошего урожая. Он тоже хотел хорошего урожая, и он его получил, этот хороший урожай. Но это же нормально. Нормально, что человек, он потом решил, говорит, что я сломаю старые житницы, куда не сможет мой урожай поместиться, и построю больше. Но это нормально. То есть это хороший хозяин, он думает о своем хозяйстве. Но в чем вот проблема этого человека, в чем его трудность, этого человека? В том, что он забыл поблагодарить Господа. Он оказался неблагодарным. И Бог сказал ему, что безумный, безумный, Бог назвал его безумным. Мы там, конечно, видим, что, он далее говорит, так бывает с тем, кто сокровища для себя собирает, а не в Бога богатеет. Но в том числе этот человек, он оказался неблагодарным. Он не поблагодарил Бога, потому что все, что вот этот человек собрал, это все даровал Господь. И мне бы сегодня вместе с вами хотелось на этом месте еще вспомнить, что Бог сделал в нашей жизни, что Бог продолжает делать в нашей жизни, и поблагодарить Его, вознести эту молитву благодарения, чтобы, знаете, чтобы Господь сегодня, Он возрадовался, Он сегодня сидит на своем престоле, и Он сегодня на этом месте, чтобы Он возрадовался сегодня от того, что мы с вами народ Божий, и мы сегодня благодарны Ему, благодарны за все милости Божьи, которые совершаются в нашей жизни, что мы сегодня живые и здоровые. Сегодня есть люди, у которых нет крова, там где-то, мы знаем, какие-то наводнения, даже у нас в России, у людей нет крова, у людей нет, может быть, что покушать в довольстве, но мы с вами все это имеем, это милость Божия, мы, бывает, забываем о том, что Бог делает в нашей жизни. Слава Иисусу Христу! Давайте помолимся, поблагодарим Иисуса Христа!